Добавляем ползубчика чеснока. Он поможет раскрыть вкус креветок. После того, как креветки обжарились, время фламбе. Так в кулинарии называется техника поджигания блюда. Спирт выгорает и остается приятный аромат. Делится секретами кулинарии шеф-повар Сергей. В конце добавляют сливки и перемешивают блюда на слабом огне минуту. В детстве подглядывал, как готовит мама. А сегодня мама ест блюда своего сына и сама хочет научиться у него некоторым секретам. Сергей отучился на повара, много путешествовал, изучал кухню других стран. Испания, Франция, Италия и Греция. Вкус блюд, конечно, всегда различается с тем, что готовят в России. Съездить в регион Испании и попробовать там ихний комон или съесть какое-то мясо, мы не получим тот вкус, который как бы здесь. Потому что все зависит от региона. То есть там свои продукты, да, мы делаем, мы делаем второстепенно, повторяем эти вкусы. Но иногда, конечно, гости приходят и говорят, вот там типа, да, как вот французский ресторан. Но не так, грубо говоря, вкусно, как во Франции. Приготовить ресторанные блюда дома можно, но вкус зачастую отличается. Это происходит из-за того, что в заведениях блюда готовят на профессиональном оборудовании. Оборудование стоит хороших денег. Оно действительно сделано под сегмент ресторана. И нельзя просто пожарить, грубо говоря, какой-то стейк на элементарной сковородке. Для этого нужен мангал или хоспер. Конечно, там раскрывается, вкус другой дается. Обязанности шеф-повара. Контроль качества заготовок и блюд. А также работа с поставщиками. Войти в поварскую деятельность – дело, которое не каждому по силе, признается Сергей. Тяжело в плане температурных условий. Потому что мы работаем. Горячий цех. Температура у нас иногда даже в горячем цеху где-то по 40 градусов бывает. И рабочие дни по 12 часов. Немногие эту нагрузку выдерживают. Сергею помогает любовь к работе и постоянное стремление расти и совершенствовать свое мастерство. Шесть лет он проработал обычным поваром. Пять – су-шефом. И вот с 2005 года он – шеф-повар одного из популярных ресторанов Подмосковья. Эмилия Аркелян, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.